Ребята, давайте перейдем к практике. Как нужно держать губную гармошку? Обычно ее держать в левой руке, ее нужно зажать между указательным и большим пальцем и прижать ее к месту между этими двумя пальцами. Потому что если вы его не прижмете, то вам нужно будет напрягать указательный и большой пальцем, чтобы эта губная вообще не вылетела и не шаталась вот таким образом. Так что зажимаем. Вот привычный для вас способ держания губной гармошки. При помощи правой руки можно делать вибрато, например, или звук в отдалении. Потому что если мы не будем закрывать правой рукой левой руку, будет звук такой. Открытый звук будет. Поэтому как нужно закрывать левую руку правой? Так, прикладываем. В общем, вот эту дырочку нужно закрыть. Так, прикладываем сверху. Пальчики наши располагаются сверху левой руки. В общем, если меньше дырок, то это хорошо. Чем меньше дырок, тем лучше, тем звук будет отдаленнее, плотнее. Вот. При помощи правой руки также можно создать эффект вау-вау. Что нужно для этого делать? Просто дышим гармошку и открываем руку в определенный момент. Разные фишки можно делать. Все это мы с вами обязательно пройдем. Но сегодня давайте чуть-чуть просто поговорим о дыхании и о постановке. О постановке мы только что поговорили. Теперь о постановке губ давайте поговорим. Как должны располагаться губы на губной гармошке? Чтобы извлечь одиночную ноту, в книгах написано, нужно держать губки трубочкой. Но это не совсем правильно, потому что у всех физиология разная. И у разных людей по-разному получается скручивать их губы. А вообще техника такова. Да, округло держим губы, чуть-чуть уголки рта прижимаем к зубам и выпячиваем губы чуть-чуть вперед. То есть, например, таким образом зажимаю губы я. Следующий важный фактор, который вы должны уяснить, нельзя на губной гармошке играть вот таким образом. То есть, еле касаясь губной гармошки. Вы что его боитесь? Если она у вас хорошая, вы, надеюсь, купили хорошую губную гармошку, ее нужно просто целовать. Чем глубже располагается губная гармошка, тем звук будет лучше. Вот такой вот секрет. И запомните его. То есть, губами обхватываем губную с двух сторон. И чем глубже она располагается, еще раз говорю, тем лучше. Звук будет плотнее. Давайте попробуем подышать губную гармошку. Ощутите все вибрации этого инструмента в голове, в губах. Просто побалдеть. И первый урок у вас на губной пусть будет таким ознакомительным. Что нужно делать? Давайте с меньшего звука до форта доведем на выдох и на вдох на первых трех дырках, отверстиях на нашей губной гармошке. То есть, как? И так же понижаем звук. Чем дольше вы будете дышать в гармошку на выдох и на вдох, тем сильнее и быстрее у вас будут развиваться легкие. Это очень полезный инструмент развивать легкие. И дыхание вычищает. И то же самое проделываем на вдох. С тихого до громкого состояния доводим нашу губную гармошку. Звучание губной гармошки. И проделав это упражнение, вы сможете уже смело приступать к следующим урокам, где уже будет просто досконально рассматриваться губная гармошка. Все вопросы по губной гармошке. А самое главное, с третьего урока мы будем касаться битбокса на губной гармошке. Думаю, вас это очень заинтересует. Так что подписывайтесь на мой блог, чтобы не упустить видосики с пидбоксом на губной гармошке. Что касается дальше, также дыхание. Оно должно быть ровным и проходить, ну, начинаться с живота. То есть, как вы спите в расслабленном состоянии. И здесь также воздух должен спокойно проникать до конца и выходить. То есть, глубоко в животик он проникает и обратно выходит. Спокойно нужно научиться дышать. Это тоже важное упражнение. Развиваем дыхание перед тем, как приступить к изучению уже нелодий, всяких рифов на губной гармошке. А теперь, под конец, я хочу рассказать немножко о губной гармошке, на которой я сегодня вам показывал урок. Это губная гармошка компании Suzuki Overdrive называется. Кстати, эта губная гармошка меня очень удивила. Я еще не встречал таких губных гармошек с такими вот отверстиями сверху. Потому что сколько губных у меня было, еще такое я не видел. Оказывается, друзья, эти дырочки, знаете, для чего вам нужны? На губной есть такой прием, блокировка языком. Когда вы играете аккорд, вы можете языком заблокировать некоторые лады. Лады, говорю, блин, с гитарой. Некоторые дырочки. И у вас хорошее сочетание звуков может получиться. То есть аккорд, взятый не ровно, вот три подряд или по два подряд звука. А там через одну, через два отверстия взятые звуки. Это уже интересное сочетание аккордов получается. Например, беру. Видите, блокирует центральные дырочки и получается интервал такой красивый. И на вдох с нижней стороны у нас дырочки. То же самое можно сделать. Многое интересно можно продумать. Такую губнушку, да, именно. Многое интересно можно продумать. Такую губную советую покупать уже умеющим играть на губной гармошке. Профессионалам или любителям. И поэкспериментировать. На этом можно очень интересные творческие идеи реализовать. А для начинающих советую купить то, что я уже называл. И все это вы можете приобрести в интернете, если у вас нет магазинов поблизости. Кстати, вот эту губнушку, еще раз напоминаю, можете купить в магазине все для музыкантов. Да. Она там по-любому есть, стопроцентно, гарантирую. Я на этом закругляю, дорогие друзья, знакомительный видос. Он получился очень длинный. Пишите вопросы и комментарии внизу под видео. Не забываем подписываться на мой блог. Будут очень интересные уроки, я вам обещаю. До скорых встреч. С вами был Рэй. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok